Мы на месте. Мы приветствуем Райтиса. Интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке? Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Доверит. И я даю команду на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Райтиса, под ногами 360 градусов вокруг него. Скэнер сканирует систем тонких тел Райтиса. Находит все. У него арахноид. Арахноид. Синий дракон. Синий дракон. Рептилоид и два Грея. Понятно. И бес. Какой бес? Девять. Хорошо. Больше никого? Нет. Что-нибудь видимое есть? Нет. Чуть-чуть микрофон поправь. Арахноид. Сколько ты находишься в этом биополе? Три года. В квартире присутствуешь? Присутствует. Синий дракон. Какой синий дракон? 28-34. Хорошо. Сколько ты присуствуешь в этом биополе? Пять с половиной лет. В доме присутствуешь? Да. Хорошо. Рептилоид, два Грея. Сколько вы находитесь в этом биополе? Один год. Какая цель вашей подключки? Энергии. Души воровали? Биоробот. Нет. Добыча энергии. Добыча энергии. Вы в квартире находитесь со своими платами? Платы есть. Чьи платы? Рептилоиды или Греев? Рептилоидные платы. Хорошо. Рептилоид. Какой у нас рептилоид? 105-й. Девоенный? Лаборант. Лаборант 105-й. Хорошо. Волновые платы там. Волновые. Что это значит? Волны посылали или собирали? Настраивали его на определенные волны, чтобы он сливался с платами и передавал энергии. На что он ощущал в этот момент, когда он сливался с вашими платами? Возбуждение. Хорошо. Раетесь. Вот вам причина вашего возбуждения. И Биес 9-й. Сколько ты находишься в этом биополе? 7 лет. О, долгожитель какой. В доме, я полагаю, ты тоже присутствуешь, да? Присутствует. Там много места на всех. Понятно. Скажи мне ко мне, Биес, мы сегодня и дом будем чистить вместе с земельным участком. Ты там один находишься в доме? Нет, я из-за черта демон на улице. Я просто буду собирать весь негатив, который находится в этом доме. Могу отдать в дорогу, если интересует. Интересует. Ну так кому отдавать? Если ты в доме, значит там тебе... Мне отдавать. Хорошо, значит они получат на земельном участке. Тогда начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы. Две команды тонкой копии. Райтиса спрессировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогены низкой абрационной энергии в его биополе. Каналы выстроились. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Две команды тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены низкой абрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к райтису и усилию потоки в 50 раз. Пока идет реверс, меня интересует вопрос, кто тормозил работу Райтиса на земельном участке, что он не мог ничего закончить, начинает и не заканчивает. Чего это воздействие? Демон там есть. Его работа, да? Хорошо. Откуда ему энергии брать? Задерживает он там все. Придерживает. Понятно. И питается потом этими энергиями. Возбуждение Райтиса. Как и нарядай мне полноту души Райтиса на настоящий момент. 100%. У кого-нибудь есть контракт с Райтисом? Нет. Хорошо. Реверс закончился. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Райтис забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Скажи мне, Бес, есть ли лярвы в биополе Райтиса? Он руки показывает на ладошках. На ладошках. А почему на ладошках? У него там собирались? Тогда идет скопление все. Понятно. Тебя интересуют эти лярвы? Интересует. Хорошо. Когда придет время, сначала уберешь все, что осталось. На месте доложишь, что ты все снял. Я дам тебе команду, можешь забрать эти лярвы. Реверс закончился. Ну вот с Беса и начинаем. Выходи тогда, Бес. Отключайся полностью. На месте доложи, что ты все снял. Приступай. На руках у него достает. И ноги запутаны. Понятно. Арахноид на него. Арахноид на него. Водку закрывай, опечатывай, опечатывай, растворяй. Готово. Переходим к эмоциональному фантому. Выходит эмоциональный фантом Райтиса. Проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низкие аббрационные эмоциональные энергии. Им же сгенерированная проецируется на его эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Ну, у него хромой какой-то фантом серый вышел. Хорошо, Райтис. Эти энергии вы сами сгенерировали. Вы готовы от них отказаться? Готов. Хорошо. Сворачивай эти энергии в шар. Бес забираешь? Да. Отправляю бесу. Назови мне пару первопричин, из чего все вытекает. Много завалил на себя. Устает. Понятно. Хорошо. Забрал он, да? Да. Сейчас я открываю портал для арахноида и синего дракона в дом Райтиса. Для беса я открываю отдельный портал в дом Райтиса. Вы идете туда, собираете все на земельном участке и в доме. Я прихожу, проверяю и отпускаю вас в первый раз на вашу чистоту с бесом, как договорились. Все понятно? Все понятно. Открывается два портала в дом Райтиса. Один, два, три. В один уходит бес, во второй уходит синий дракон и арахноид. Закрывай, опечатывай, растворяй оба портала. Готово. Хорошо, я прошу ли выйти со мной на связь? На связи. Лю, у меня здесь один рептилоид и два Грея. 105-й рептилоид, один год сидели. В доме стоит волновая подключка. Мы ее сами можем убрать. Посмотри, пожалуйста. Все их забираем. Хорошо, я сам все уберу. Забрали их. Клетка пустая. Да. Поехали по частотам. Тонкая копия Райтиса вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 700. Поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Райтиса до числового значения 700 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Райтис, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Он показывает руки, расставляет стороны, из него потоки энергетические идут. Отлично. Итак, 10 вопросов Райтис написал для встречи с куратором. Делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратор или учителя Райтиса. Это мужчина. Снимается маска и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде. Согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Райтиса. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Амбрус. 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 Приветствую вас. Приветствую. Всех находящихся в этой комнате. Мое имя Амбрус. Амбрус. Приветствую вас, уважаемый Амбрус. Вы куратор или учителя Райтиса. Куратор. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили чистку вашего подопечного. У него остались 10 вопросов, которые он хотел задать бы вам. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Да. Я отвечу вопросы, развивающие душу. Благодарю вас. Начиная с первого вопроса. Откуда моя душа и как выглядит дом моей души? Арктур. Арктур. Ты арктурианец. Мы приветствуем представителя Арктура в нашей комнате диагностики. Благодарю вас за эту встречу. Я бы хотела ответить на вторую часть первого вопроса. Как выглядит дом твоей души? Это прекрасное место. Очень сильное. С разными энергиями. В зависимости от развития души. Свет арктурянской души увеличивается с увеличением сознания души. Я закончил. Благодарю вас, уважаемый Амбрус. Второй вопрос. Как выглядит и как работает моя энергия? Твоя энергия сильна. Выглядит она белым, холодным и ярким светом. Этот свет немного несет синего или светло-голубого холодного оттенка. Эти энергии составляют твой стержень и проходят по всем энергетическим центрам твоего тела. Энергии Арктура и их свет могут меняться. С холодного на теплые тона. Это зависит от тебя, твоего настроения и жизненного настроя, жизненной уверенности и четкого плана. Эти энергии насыщают тебя, распространяясь вокруг тебя через ладони и другие энергетические центры. И я закончил. Благодарю вас. Третий вопрос. Какой уровень моего высшего Я? Твоя душа переходит с 11 на 12 уровень. Благодарю вас. Четвертый вопрос. Каковы мои главные душевные задачи? Души, покинувшие Арктур и пришедшие на Землю, имеют определенные задачи. Главное насытят душу чувствами и эмоциями. Правильно сгармонизировать их. Не должно быть всплесков вверх или же вниз. Эмоции должны быть сгармонизированы с энергиями Арктура. Вибрации должны расширяться и увеличиваться, нарастая. Душа Арктура требует новых знаний, чувств, которые нужно гармонизировать. И других решений, задач я имею в виду земного уровня и плана. Душа же учится гармонизировать чувства. Я закончил. Благодарю вас, уважаемый Амбрус. Пятый вопрос. Каковы мои основные блоки и модели мышления, которые мешают моему развитию? Зацикленность. Иногда ты не видишь расширенно решение какой-либо задачи или проблемы. И долго тратишь время и ресурсы впустую на установленный план, забывая рассмотреть другие варианты решения проблемы и расширить своё сознание. Также послушав другие советы и обсудить их. Найти из многого одно самое правильное, быстрое решение. Ты руководствуешься своим, своей идеей и своим принятым решением, забывая, как я уже сказал, расширить границы возможного. Благодарю. Благодарю вас. Шестой вопрос. Какие ценные таланты моей души я сейчас не использую? Очень было бы интересно послушать этот ответ от тебя. Какие ты используешь? Твоя душа богата энергиями и знаниями. Твоя задача прислушаться к своей душе, развивая её и наслаждаясь земной жизнью, решением земных проблем и, как я уже сказал, эмоциональных составляющих, а также чувства, присутствующие на земле. Всё это вместе гармонизирует с душой Арктура и выдаёт определённые энергии, которые распространяются вокруг твоих тонких тел, внеся в мир прекрасные эмоции и вибрации. Благодарю. Благодарю вас. Седьмой вопрос. Просканируйте моё энергетическое тело. На какие органы мне стоит обратить внимание? Шея и всё, что касается шеи на физическом плане. Зоб и гормональные гормоны. Благодарю вас. Восьмой вопрос. Каковы мои особые исцеляющие способности и как я могу их использовать? Визуализировать энергию Арктура, визуализируя и представляя свой арктурианский внутренний стержень, визуализируя, как энергия растекается по твоему телу, ты будешь чувствовать теплоту своих ладоней и в дальнейшем энергию. Попробуй свести вместе две руки в ладонях, ты почувствуешь упругость энергии Арктура. Эта энергия имеет оздоровительные средства, успокаивающие и, как я уже сказал, распространяет свои великолепные вибрации за пределы тела. Поэтому нельзя опускать вибрации, так как энергии теряют свой свет. Нужно гармонизировать, как я уже сказал, чувства, настроения и эмоции с арктурианскими энергиями. Тогда ты будешь распространять позитив, сам наполняясь им и даряя его вокруг себя, распространяя свои прекрасные энергии. Благодарю. Благодарю вас. Девятый вопрос. Что я еще должен знать, о чем я не подумал спросить? Я бы хотел активировать энергию Арктура. Арктура, протяни мне руки, ты почувствуешь, как твои ладони покалывают, и все твое тело заряжается и наполняется энергиями. Это память, память арктурианской души, которая возвращается к тебе на генетическом уровне. Твоя душа помнит, откуда ты, радуется и вибрирует. Благодарю. Благодарю вас. Последний, десятый вопрос. Как я могу связаться с тобой, мой Куратор? Я связываюсь с тобой знаками, которые повсюду вокруг тебя. Раз мы с тобой общаемся на этом уровне, значит мои знаки не прошли зря. Но чтобы ты слышал меня, нужно находиться в определенном состоянии алфа и обязательно в позитивном настроении. Представляй свою энергию Арктура и задавай четкий короткий вопрос. Амбрус, ответ приходит моментально, так как прежде чем задать этот вопрос, ты вынашиваешь его, и я могу это видеть, телепатически чувствовать. Благодарю. Благодарю вас. Остались последние и заключительные его слова. И последнее я хотел бы поблагодарить моего Куратора за его заботу и любовь ко мне. Прекрасные слова. Я принимаю твою благодарность. Уважаемый Амбрус, вопросов больше не осталось. Стержень активирован. Остался маленький нюанс в этой комнате диагностики, который, в принципе, отлично знают на Арктуре. К каждому Куратору, каждому Учителю, который к нам приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на Земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение уважаемого Куратора Амбруса, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за его визит, за его ответы своему подопечному и просто на добрые воспоминания об этой замечательной встрече. Это прекрасный подарок. Мне очень приятно получить энергетическую частицу планеты Земля. Благодарю вас за это. Благодарим. И мы вас традиционно не прощаемся. Возможно, на каком-то этапе мы еще встретимся. Поэтому я говорю до скорых встреч и благодарим вас еще раз. До скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Райтис, мы закончили встречу с вашим Куратором Амбрусом. Вы получили все ответы на свои вопросы. Да, очень интересные ответы. Я буду применять его наставления. Отлично. Сейчас мы возвращаем вас назад в вашу систему Биоробот Душа и сразу переходим к чистке вашего дома. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!